Добрейшего и самого прекрасного вам утра, друзья! На дворе уже рассвет и пора начинать наше строительное мероприятие. Очень радует, что сезон начался не только у нас, а у многих других дачников. Например, вчера до поздней ночи наш сосед расковыривал грунты на своем участке и выбрал там такой же подземный этаж, как и у нас. И еще момент, мы сегодня первый раз ночевали наши стройки. Но сейчас не об этом. Друзья, мы на террасе, мне очень хочется ее зашить, но для того, чтобы это сделать, я должен свести ряды кирпича до второго этажа. Можно, конечно, это сделать рулеткой, но правильнее будет сделать это рядами. Поэтому я принял на сегодня решение зашить вот эту стену. Но начинать нужно это с отлива, потому что сегодня мы его коснемся. Сейчас мы фиксируем полоску гнутья, под нее мы фиксируем брусок, вот такой, чтобы он ее поддерживал. И потом, когда мы уже обошьем консоль, я подведу сюда отлив, заводской фирменный отлив. Сейчас же это будет просто вот такая конструкция, как бы стартовый профиль. С него мы уже погоним вверх хауберг. Задача его очень простая, увеличить размер отлива защиты нашего цоколя. Я решил, что потом мы можем покрыть это клеем и обсыпать крошкой. И это станет воедино с основой хауберга. Вот все-таки один из его плюсов, этого материала, в том, что он универсален, в том, что он пластичен. Как из пластилина можно вылепить классный красивый фасад. Сегодня я постараюсь ответить на все вопросы, которые были к предыдущему видео в комментариях. Но те, кто не смотрел этот видос, я очень советую по ссылочке глянуть. Потому что там, собственно, начальная моя основа. Там я учился и разбирался в нем. Сегодня я уже колочу его с неким профессионализмом. Ну, простите за это слово, но действительно так и есть. Получается ровно и классно. Секретов монтажа цокольной планки, как таковых, не существует. Главное правило, это то, чтобы перехлест планок шел от входа. То есть, выходя из дома, на ваш взгляд, не попадался бы стык. То есть, лучше сделать это от взгляда туда. Но в данном случае, наверное, будет наоборот. Потому что, выходя из двери, мы не будем видеть этого стыка. А с этой стороны заходя, все будет заметно. Поэтому я, наверное, нахлест сделаю этой планкой на предыдущую. В самом первом выпуске про обшивку ОСП панелями наших стен я заложил сетку защитную от грызунов. Не вовремя, так как, работая с окнами и так далее, у меня очень много мусора падало в ту часть. Сегодня, когда мы уже зашили полностью стену, и туда ничего не может упасть, самое время оббить это защитной сеткой от грызунов. Ну, пришлось использовать армирующую полосу 8-миллиметровой ячейкой. В принципе, я думаю, через 8 миллиметров сетку мышь не пролезет. Кстати, как показала практика, не только мышей стоит бояться вверху под кровлей. То и дело, вентиляционный зазор у меня пытаются проникнуть птицы. Устанавливаем сетку. Друзья, я подумал, что ОСП будет не особо комфортно селиться в ниши цоколя. Но такое опасение все же есть. Как считаете, стоит ли все-таки заказать сетку с меньшей ячейкой и продублировать ее потом на обшивке стен моего фундамента? Этим самым мы добиваемся первой, у нас не поднимается отводная мембрана. А второй, теперь ни один грызун просто не сможет проникнуть в наше защищенное сооружение. Ну и птички не будут строить там свои гнезда. Хотя я не против птичек, но лучше пусть они делают это в скворечниках. Яркое свидетельство жизни птичек под нашим вентилируемым фасадом вы видите на мембране. Они облюбовали вон тот угол. И я ничего с этим не могу сделать. Мне там тоже придется стрелять сетку. Скоро здесь станет очень солнечно и очень жарко. Поэтому работаем в темпе. Для хорошей вентиляции фасада в идеале нужно оставить проем от 3 до 5 сантиметров. Так мы и поступим. Братцы, я попрошу вашего совета. Решено цоколь также обшить хаубергом. Но вот на что его крепить пока в сомнениях. Варианты у меня такие. Плоский шифер, ОСП с пропиткой или ЦСП. Как вы считаете, чем будет лучше? Немножечко выгибаем, чтобы был уклон дождевой. Потому что завод мне произвел ровно 90 градусов. Теперь берем вот эту балочку, прикручиваем второй уровень. Чуть ниже, на 3 миллиметра прикручиваем, чтобы у нас планочка стала хорошо. И сейчас по месту ее отпилим. Заодно протестируем нашу новую покупку. А тестировать ее будет Евгения. Поэтому мы одеваем все возможные защиты. Отметить надо. Все, отметим вечером. Обрезать очень просто. Прикладываем вот так брусок. Давай прочертим, где фломастер. Держи его. Держу. Строителям не нужны фломастеры. У нас есть саморезы. У нас есть специально для этих целей саморезы. Так, а как ее вот так и пилить? Подожди, как она включается? А, что так просто? Это как автомат. Нет, прикладываешь шину максимально. А, вот так вот? Все, держи и поехали. Там сучок. Ну и что, она справится с сучком? Меня все взбалкивает. Ладно, давай добью. Подожди. Ну, вообще даже девочка справится. Нет, что это? Что это? Это ручная пила. Сабельная. Это сабельная ручная пила. А что же ты так кричишь? Я потому что ничего не слышу. Сабельная ручная пила компании Деко. То, о чем мы давно семьей мечтали, особенно Евгения. Но приобрел ее я. Такая клевая штука. Ну, в жизни, я думаю, мне не раз пригодится. Женя, конечно, немножко тут долго это делала. Я думаю, что на самом деле она пилит быстрее. Ну, я вам еще расскажу, если вам будет интересно. Итак, ровняю по бруску. Даже не по бруску, а по моей линии. Чуть-чуть, чтобы это было приподнято. Пять сантиметров сюда. И поехали. Очень просто. Сейчас это еще дополнительно фиксанут стартовые гонты. При креплении моего самодельного мини-отлива я заложил трехмиллиметровый уклон от дома в сторону улицы. Для лучшего отвода воды. Перехлесты отливов нужно обязательно пролить силиконовым герметиком. Я понимаю, что на моем канале очень много постоянных зрителей. Но, тем не менее, за последнее время зашло много новых. Поэтому я буду рассказывать все технологические процессы по порядку. Сейчас нам нужно приготовить стартовый гонт. Для этого я беру, выставляю линейку по вот этим пазикам. И спиливаю кирпичики. Кирпичи не выбрасываем, они нам пригодятся. Также я обещал отвечать на ваши вопросы в комментариях. И под последним видео был вопрос, а нужно ли на гонте срывать вот эту защитную пленку. Нет, друзья, ее удалять не нужно, на ней даже так написано. И она здесь смонтирована для таких целей, чтобы гонт просто не склеивался в пачке. Предварительно лазерным уровнем был отстрелен 0, по которому мы поставили наш отлив. Я его заказывал для того, чтобы удлинить размер нашего цоколя. У меня выступающая консоль, на которую я изначально хотел класть кирпич. Но потом я передумал и решил, что сделаем какой-нибудь вентилируемый фасад простой, который по прошествии времени в случае чего можно будет заменить. Для примера я скажу, что вот эти кирпичные колонны я укладывал 7 лет назад. Сегодня они уже выходят из моды, но не в этом даже дело. Самая главная проблема в том, что с той стороны, северной, когда снег прикасается к кирпичу, он его выкрашивает. Я покажу вам эти кадры. И я не знаю, как с этим бороться. У меня уже появилась мысль также потом обшить это хаубергом. Я не знаю. Как-то надо выходить из положения. Кстати, идея очень хорошая по поводу хауберга. Мы сделаем все в одном стиле. Но об этом надо еще подумать. Все, начинаем фиксировать гонт вот таким образом. Отступаю 5 мм, потому что там все будет закрываться декоративным уголком. Так, и под вот эти самоклеящиеся места я прибиваю гвозди. Таким путем мы сейчас прогоним всю линию. В первый гонт бьется 11 гвоздей. Во второй и последующий по 8. Единый уровень отстрелян по периметру всего дома. А значит, можно смело закладывать стартовый слой хауберга. Сейчас очень хорошо виден узел отвода влаги от стен дома. По-моему, это должно отлично работать. Вот, собственно, о чем я вам и говорил. Майское солнце нещадно начинает палить. Поэтому форменную одежду я сейчас сменю на шорт и какую-нибудь майку. Но когда мы дойдем до купальников, я думаю, колотить хауберг начнет моя жена. Пока Денис ушел переодеваться, моя задача перепутать... Ой! Моя задача перемешать 5 пачек и снять силиконизированный защитный слой. Очень удобная вещь, чтобы не разлетался целлофан и мусор. Был такой вопрос, нужно ли мешать хауберг, если у вас менее пестрая расцветка. Мой ответ – да. И обязательно. Это нужно для того, чтобы на плоскости не сформировались цветовые пятна. Допустим, от разных партий и так далее. Данный процесс требует не только хауберг. Те же требования есть и облицовочного кирпича. Вдвоем работать всегда сподручнее. Для быстрого перемешивания хауберга и отделения защитной пленки Женя придумала вот такой вот нехитрый конвейер. Три минуты и у нас готово 12 квадратов. Парочку веселых подсчетов для вас. Это стена 36 квадратов. За вычетом окон остается 30 метров. В один квадратный метр хауберга бьется 80 гвоздей. В итоге сегодня, когда я прибью самый верхний гонд, я сделаю это 2400 гвоздем. И потрачу на все 12 пачек. Переводя это в вес, мы получаем 276 килограммов хауберга. Плюс 2,5 килограмма гвоздей. Для такой большой площади не такой уж и критичный вес. Это в ответ на комментарий про тяжесть материала. И вот здесь, друзья, мы подошли с вами к интересному моменту. То есть получается, что здесь уже полный гонд не входит. Здесь надо приколачивать какой-то половинчатый гонд. Я сделал замер и понял, что у нас на следующем гонте как раз подрезка идет под последней клеящей линией. Сейчас я подготовлю этот гонд. И вы увидите, как я его фиксирую под наличник. Все будет очень красиво и эстетично. В прошлом выпуске я несколько раз делал акцент на то, что вспомогательные горизонтальные линии на стене каждые 50-70 сантиметров и вертикальные линии вдоль окон это тот самый минимум, который позволит вам вести ровный аккуратный ряд. Также очень выручают направляющие насечки на гонте, с помощью которых формируется ровная вертикальная линия шва. Участки, на которых есть сложности подобраться молотком и гвоздями, я закрывал с помощью желтых саморезов сечением 3,5 на 32. Это немного идет в разрез с правилами укладки Хауберга, но я решил, что если делать это в исключительных случаях, то ничего страшного не будет. По мере роста рядов кладки приходится наращивать и высоту лесов. Вы не представляете, сколько я прослушал историй про кривые ряды и забракованные стены. В интернете я от своих знакомых, поэтому я решил, лазерный уровень буду использовать при каждом удобном случае. Как и в предыдущий раз, мы делаем замеры на всех окнах, для того, чтобы потом над окнами у нас ряды ровненько сошлись. Без лазера тут никуда. С каждой стороны окна я делаю по две вертикальные вспомогательные полосы, дублирующие середину и конец кирпича в гонте. Это нужно для того, чтобы не нарушать шаг укладки. И все швы были в одной линии. В помощь лазеру стал использовать специальные красные очки. Все идеально ровно. Слушай, они реально работают, с ними намного лучше. Прямо горизонт. Ряды над окнами сошлись, значит я делаю все правильно. Сегодняшний день очень жаркий. До этого я не работал при плюс 27 ни разу. И столкнулся с таким моментом. Клейки и полосы на прибитом лепестке начинают работать на все 100%. И даже случайное прикосновение к ним сразу же цепляет вашу руку жирным слоем битума. Руки мараются на раз, поэтому вновь заостряю внимание на необходимости держать гонты в прохладе вплоть до самого момента монтажа. Я обещал показывать вам промежуточные результаты. Подошли уже к прожекторам. Сейчас я их повешу и продолжим дальше бить. У меня появилось большое желание привлечь к этому мероприятию Евгению. Чтобы мы вместе могли трудиться над нашим замечательным домом. А значит в огороде посадила сегодня картошку с сыном. А сейчас занимается вот такими вот мероприятиями. Смотрите. У нас уже травка пошла первая. И Женька ее вовсю косит. Мне, короче, твоя безонокосилка теперь не нужна. Тебе бензиновая не нужна теперь? Нет. И мои услуги теперь не нужны благодаря вот такой вот газонокосилочке. Мне не надо тебя ждать. Серьезно? Она вообще прям нормальная. В принципе, пока мы не взяли профессиональную версию газонокосилки, ну, с колесами, я таким же триммером, только бензиновым работал. У нее, правда, тросики побольше чуть-чуть, но с ней могла справиться Женька. Сейчас я взял вот такой пылесос. Он, кстати, как пылесос разбирается телескопически. И теперь она без моей помощи работает. Ну все, то есть ты меня от газона освобождаешь тоже, да, в этом году? А, Жень, я исполнил свои обязательства? По газону? Да, по газону. Ну, как-то она, смотри, она вообще нормальная. Она, по сути, такая же, как моя бензиновая, только единственное, что она бесшумная, и у нее чуть поменьше вот этот рубящий, да, потому что у меня он где-то сантиметра, наверное, на 4 побольше будет. Вот, но зато она на аккумуляторе, ее можно, кстати, на пасеку брать, если что, заряжается вон. Легкая. Очень легкая и бесшумная. Потому что когда я свою бензиновую завожу, у меня пчелы начинают напрягаться, и им не очень нравится, когда я там с этим гудом на своей пасеке. А, друзья, если кому-то это будет интересно, а вам будет интересно, то все ссылки я под видео оставлю. А отошел-то сюда я не случайно, отошел я подальше от дома, чтобы показать весь масштаб трагедии. Посмотрите, как это круто теперь смотрится, первый этажик, вообще просто шикарный. Я надеюсь, что сегодня, нет, я не буду загадывать, сколько я сделаю сегодня, сколько завтра. Моя задача сейчас добить вот эту часть до конца, чтобы уже начать крутить лоджию, второй этаж. А лоджию хочется крутить потому, что мы вечерами любим собираться где-нибудь на террасе, на веранде, на беседке, в патио в нашем импровизированном. И поэтому хочется уже сделать уют, красоту и поставить там красивое, приятное освещение. Вы скоро все это увидите. Я же что пришел-то? Я же хочу привлечь тебя к этим работам. Пойдем поколотим, я тебя поучу. Такой уже вырисовывается прям, ну реально кирпич просто. Вот даже сейчас я иду, расстояние вот сколько здесь метров, наверное, 8, 7, 6. И он еще смотрится как кирпич, просто классный, классный, красивый кирпич. Еще один момент, который хочу вам показать, как эстетично и аккуратненько интегрировалась моя вот эта подставка. Под нее зайдет отливчик вот так, красиво, и все будет аккуратненько смотреться. Кстати, еще хочу ответить на один вопрос по поводу выкрашиваемости данного изделия. Производитель советует очищать хауберг с помощью мойки высокого давления на расстоянии 30 сантиметров от фасада, представляете? Это к разговору о его крепкости. Женя первый раз в своей жизни пробует приколотить хауберг с тени. Я помню себя, в первый раз было то же самое. Главный секрет в силе удара. Сильнее несколько ударов. Да я не могу. Раз, два, три. Раз, два, три. Оп, еще раз. Я уже устала. Это ты спрогнозировал. Все, не порть стену, я сам. В конце выпуска я обязательно покажу, что из этого у нас сегодня получилось. Но уже сейчас понятно, что домик приобретает интересный вид. В прошлой серии я говорил, что работать с хаубергом можно и в одиночку. Наверное, я и сегодня подтверждаю свои слова, но с одной важной поправкой. Если на улице жарко, хауберг лучше, чтобы вам кто-то выносил с холода. Или хотя бы из дома. Тогда он лучше держит форму и с ним проще работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, вы просто не представляете, что сейчас было. Только мы успели снять лесан. Долетел страшный, нереальный ветер. Отключили электричество. Вот такая красота у нас сегодня получилась за полтора дня работы. По-моему, очень круто. Только не смотрите на вот этот прожектор. Просто у меня не было 10-ваттки. Я поставил 50-ваттку старую. Я ее заменю обязательно. Тут будет все ровненько, аккуратно. А в дальнейшем я вообще хочу поставить такие специальные софиты, которые светят вверх и вниз. Друзья, если вы знаете какие-то вариации, такие классные, посоветуйте. Ну, и желательно, чтобы было недорого. Много вопросов я не успел закрыть. В следующем видео я обязательно подниму вопрос о оконных проемах, о дверных проемах. Хочу вам рассказать об этом подробно, потому что 100% сейчас появятся комментарии о том, что я неправильно их прошел. Те, кто уже Хауберг делал. Но тут есть один небольшой секретик. Я вам о нем расскажу в следующем видосе. Ну, а на этом я, наверное, с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Все, пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok